Крупный рогатый скот казахской белоголовой очень устойчива к зимним морозам, осенним дождям и летнему зною. В этом году в среднем приплоту от 100 животных составил 95 телят. Это хороший показатель, говорят фермеры. 14-месячный молодняк в среднем доходит по весу до 500 килограммов. Даже пятимесячные телята достаточно крупные, в день они прибавляют по полтора килограмма. Преимущество, что он казахская белоголова, это раз. Что она наша, родной скот наш, это первое преимущество. А второе преимущество – это акклиматизация. Семинар проходил в Бурамбае, все собирались в мясной скот, все областя. Вот по всем областям мы в том году повезли 4 быка, из них стал чемпионом у нас арайбык, который весил 18 месяцев, весил 634 килограмма. В этом году почва получила много влаги. В связи с этим трава на пастбищах густая и плодородная. Таким образом, к зиме скот наберет необходимую массу. Кстати, в ведении хозяйства более 2000 гектаров пастбищных угодий. К зимнему периоду будет заготовлено 5000 тонн сена. 1500 крупных рогат скота племенного. И есть 1500 у нас есть товарный скот, то есть местный скот тоже содержу. Это для общего питания, для продажи. Спрос есть, вот сейчас в данный момент мы продаем 150 телок по 1500. Кокчета у ребят берут сатрау. Бычков 140 голов мы продали, 120 голов продали, сейчас осталось голов 15-16. Идет спрос большой на казахских бычков, на племя берут. На сегодняшний день особое внимание уделяется развитию животноводства. Также реализуются региональные программы. Таким образом, создаются все необходимые условия. Сейчас по Буландынскому району насчитывается около 60 тысяч голов скота. В последние годы начата работа по развитию птицеводства. Анель Бесенбаева, Берег Абдульманов, Дархан Мужубаев, Жамбалболтаев, Кокчех, Парад. Субтитры создавал DimaTorzok